Приветствую вас! Давайте рассмотрим вашу проблему, ваш вопрос с точки зрения профессиональной психотерапии. То, что вы описали, описали вы свой вес, описали вы свой рост, описали вы своё поведение, да? Вот. Ну, поведение я имею ввиду, в частности, вот, пищевое, пищевое поведение вы описали. Все это очень здорово. То, что вы описали, все это, безусловно, прекрасно, вот. За исключением, пожалуй, только одного момента. А именно, причин. Вот, нет причин. Нет причин всего этого. Понимаете, какая история? А нет истоков всего этого. То есть, допустим, допустим, вы действительно хотели похудеть. Вы похудели, а всё случилось потом. Вообще, как вы относитесь к этой идее? Идея, например, лишнего веса. К идее, например, излишних килограмм. Как у вас обстоят дела с самооценкой? Как у вас обстоят дела, значит, с восприятием себя, с любовью к себе? Понимаете, расстройство пищевого поведения, а это именно расстройство пищевого поведения, что-то с вами происходит, никогда не возникает случайно. У этого всегда есть причины. В первую очередь нужно понимать, что есть человек отчасти для того и потому, что он так себя радует. Ну вот, просто радует себя так человек. Его поведение, когда он, например, скажем так, ну допустим, ест, его поведение, когда человек ест, можно назвать поведением оральным. Это классическое такое оральное поведение. То есть человек, потребляя пищу, употребляя пищу, да? Грубо говоря, значит, удовлетворяет свою потребность в, допустим, любви, в, допустим, значимости, ну, к себе. Вот. И так далее. И так далее. И так далее. Это происходит. Вот так или иначе подобные истории происходят. Что случается у вас в данном случае, в данной ситуации? Что происходит? Происходит, пожалуй, следующее. Вы, значит, по какой-то причине решили, что вам нужно похудеть. И интересно, на мой взгляд, интересно, что именно сподвигло вас к тому, чтобы вы хотели похудеть. Вот мне кажется, мне кажется, что именно с этого и нужно начинать, мне кажется. того, что именно вы вкладываете в это понятие похудеть. Для чего вам худеть? Мне кажется, что здесь вот, здесь именно это нужно выяснять в первую очередь. Самую-самую, в первую очередь. Дальше. Поскольку вы даже не описываете того, с чего у вас всё это началось, то можно только лишь высказывать, ну, предположения относительно данного момента. То есть, вот, как вы пришли к этому, почему вы пришли к этому, я имею в виду к тому, чтобы, значит, похудеть и так далее. С точки зрения психотерапии нужно сперва выяснить все ваши отношения. Вы пишите, когда я смотрю в зеркало, я вижу себя просто. То есть, вы, то есть, вы, вы, по сути дела, отказываетесь себя принимать. Получается, ну, получается ведь так, что вы отказываетесь себя принимать. Но, по какой причине вы отказываетесь себя принимать? Почему вас напрягает тот факт, что у вас есть, там, например, где-то, может быть, полнота? Да? Почему вас напрягает тот факт, что, там, вы выглядите, ну, как-то вот, может быть, не так, как вам бы того хотелось? Откуда это всё пришло? Вот это необходимо выяснить. Потому что непринятие себя, как правило, скрывается именно в отношениях, в семье. То есть, это, это, в семье вас, возможно, не принимали такой, какая вы есть, либо не принимали, либо ставили условия какие-то. То есть, например, будь, будь, будь такой, и мы тебя полюбим, или будь другой, и мы тебя полюбим. То есть, вариантов здесь, конечно, очень много. Но, все эти варианты, так или иначе, нуждаются в прояснить. Ну, просто потому, что, с этого, с этого, именно, именно с этого, всё началось у вас. Либо вы это постараетесь понять, либо вы так и будете на эту тему переживать, страдать, мучиться и так далее. Понятно, что у вас это должно привычку. Это понятно. Но, корень, корень всей ситуации, корень всей проблемы, на мой взгляд, всё ещё несколько в другом. Корень всей ситуации, на мой взгляд, именно в вашем отношении к себе. В вашем отношении самой к себе. Так, три года назад я весил 78 кг, похудел на 12, и с тех пор постоянно контролирую каждый съеденный кусок. Ну, вот смотрите, какая здесь история, да? А вот вы говорите, что три года назад я весил 78 кг, похудел на 12 кг. Первый и важный вопрос, который вам нужно себе задать. Первый и важный вопрос, это вопрос того, для чего я хочу похудеть. Зачем мне это нужно? Чем я себя не устраиваю? Понимаете, одно дело, если вы действительно чувствуете, что вам, ну, допустим, как-то тяжело. Ну, просто-просто, вот, тяжело, допустим, там, держать свой вес, держать свой вес, например. Да, ну, такое, в принципе, бывает. Да, да, то есть, бывает такая ситуация, когда человек, вот, чувствует, что вес, который у него есть, да, он ему не подходит, человеку. Тяжело в этом месте, человек чувствует, что, ну, что это не его, что не подходит ему вот эта вот весовая категория. Вот. Ну, просто не подходит. Такое бывает. Но у вас, судя по тому, что вы делаете, у вас ситуация совсем по-другому складывается. Вы, судя по тому, что рассказываете, не то, чтобы чувствуете какой-то негатив от своего веса. А вы, скорее, я имею ввиду физический негатив, физический негатив. Дело не в физическом негативе, а дело, скорее, в негативе психологическом. И вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, что нужно анализировать, это то, что необходимо изучать. Откуда взялось вот это вот непринятие, значит, вас? То есть, ну, откуда взялось вот то, что вы себя не принимаете? Мне представляется, что с этого нужно начинать. Это некие такие интроекты, которые вы взяли себе на вооружение в силу ряда причин, так сказать. Вот. И которые сейчас, по сути дела, определяют ваше поведение. Это первый аспект с точки зрения вот психотерапии профессиональной. Начинать нужно с этого, с позиции вашей, касающейся того, какие у вас представления относительно себя, относительно других, относительно окружающего мира, относительно работы, например, относительно всего-всего-всего-всего-всего-всего. Вот это также является очень важным. Это также является тем, над чем нужна работа вам. То есть, здесь еда, здесь, еда здесь, сама по себе, является весьма-весьма посредственным аспектом. То есть, скорее всего, скорее всего, сама еда, вот именно сама еда, отношения к вам, ну, как такового не имеют. То есть, тут дело не в, не в, не в еде. Вот. Тут дело, именно, именно, вот, в том, как вы видите себя. На мой, на мой, на мой, на мой, на мой взгляд. Вот, конечно же. И если поработать вот с этим, если поработать на, эм... в данном направлении, то можно увидеть, возможно, много чего интересного, много чего скрытого на первый взгляд. И именно вот от вас, и даже от нас, и даже от нас, но это всё исключительно только вот при работе. То есть это исключительно всё только при взаимодействии с психологом, вот, к сожалению. Дальше. Вы пишите, два с половиной года я нахожусь в перманентном состоянии похудения. Понимаете, здесь, на мой взгляд, история звучит следующим образом. Каждый человек, любой человек, абсолютно любой, стремится в состояние гомеостаза. Это так называемое состояние равновесия. И для вас, вашим равновесием, стала еда. Понимаете, какая история? Понимаете, какая история? Не то, чтобы, не то, чтобы это было плохо. не то, чтобы это было как-то, ну, негативно, да. Сам факт того, что вы стремитесь к равновесию, он, в общем и целом, нормален. Вполне. Сам факт того, что вы стремитесь к равновесию. Вопрос в том, как вы это делаете. Как вы стремитесь к равновесию, какую цену вы платите за то, чтобы, значит, удерживать себя в этом состоянии, в состоянии равновесия. Вот, какую цену вы за это платите. И я думаю, я думаю, что цена в данном случае является непомерной. А, слишком много, слишком много ресурсов у вас уходит на это. Вот. Понимаете? Поэтому здесь нужно понять, какую цель вы преследуете. Здесь нужно понять, что вам нужно. вас волнует действительно в весе. И, просто-напросто, скорректировать свою модель поведения. То есть, по сути дела, вы будете действовать так же, вы будете делать всё, в общем-то, всё то же самое вы будете делать. То есть, вы будете так же стремиться к тому, что вы хотите, как и сейчас. Вот. Только, только более конструктивно и менее затратно, значит, в плане своих ресурсов, в плане своей энергии. Вот и всё. Я думаю, что это всё вполне решаемо. Главное, чтобы у вас было на это желание. Главное, чтобы вы этого хотели. Чтобы вы хотели сделать всё то, о чём я говорю. Вот. Сброченный 100 грамм для меня счастье. Здесь немножечко другой аспект. Не менее важный, на мой взгляд. Если каждый сброшенный килограмм для вас счастье, как вы говорите, то в таком случае речь идёт уже о вашей значимости. То есть, чем ещё, грубо говоря, чем ещё я могу гордиться, да, чем ещё я могу гордиться, помимо того, что я вот, ну, что я вот такая, например. Да, или, там, что я, ну, что я не такая. То есть, вот я похудела, да, вот я похудела. Окей. Хорошо. Я похудела. Замечательно. И что дальше? Помимо этого, чем ещё мне гордиться? Хотя, какая история. Нечем. Поэтому, возможно, вам стоит рассмотреть, эм, возможности, вам стоит рассмотреть ресурсы, свои ресурсы. Того, эм, что вы можете сделать, для повышения уровня собственной значимости. Для этого, опять же, нужно проанализировать ваш жизненный путь. Для этого нужно посмотреть, чем вы занимаетесь. Ага. Как вы строите свою жизнь. Точнее, точнее, как вы выстраиваете её. Вот. Это вот всё тоже очень-очень важно. Эм, расстройство пищевого поведения сильное и лечится, конечно, врачами. Эм, клиническими психологами, либо психотерапевтами, вот, психиатрами. Эм, назначаются, там, назначаются, вот, там, определённые препараты, определённые медикаменты. Вот. И, и происходит работа. Лечение. Хотите ли этого вы, или дошли вы уже до такого момента, когда это нужно делать, решать вам. Ваш запрос, эм, как перестать контролировать еду и не бояться съесть лишнюю конфету и бояться поправиться, стоит рассматривать со следующих позиций. Эм, кхм. И, причём, сами вы скорее всего сделать это не сможете. Ну, потому что, если бы вы могли это сделать, вы бы уже это сделали. Я полагаю, это, э, это совершенно очевидно. Да? Вот. Значит, если вы, э, сами не можете этого сделать, вам нужна помощь. А чтобы вам помочь, вас нужно больше, лучше изучить. Вот. Поэтому я предлагаю вам говорить о том, что вас волнует. Но не на темы, которые у вас крутятся на языке. Типа, еда, да, вот то, что... То, что я боюсь, там, потолстеть и так далее, да. Не это. А именно более глубок. Вот вы говорите, что я боюсь поправиться. Боюсь поправиться. И что? Что произойдёт? Знаете, страх – это всегда вытеснение, вытеснение определённых желаний. Это, по сути, по сути, сублимационное проявление ваших желаний. Поэтому вот с этого и нужно начинать. Как психолог я рекомендую вам действовать в этой ситуации. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.